Трудные места Писания с библейским порталом Экзегет. У Павла креститься для мёртвых. Это первое послание Коринфянам, 15 глава, 29 стих. Я цитирую синодальный перевод. Иначе, что делают крестящиеся для мёртвых? Если мёртвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мёртвых? А правда, что они делают и для чего они это делают? Но для начала что? Странный какой-то текст. В контексте 15 главы Павел проповедует реальность воскресения. Причём не только Христова, но и реальность, ценность, необходимость воскресения любого верующего, надежду на то, что и веру в то, что воскреснут телесно, а не просто души будут пребывать где-то в раю. Кстати, очень часто в таком народном христианстве вот так это и понимается, что тело и сливают в земле, а душа там попадает в рай или в ад, и вот это навсегда нет. Новый Завет ясно утверждает, что есть воскресение, что телесность тоже присутствует. Ну ладно, и это один из аргументов. Да, он говорит об этом как о чём-то само собой разумеющемся. Не то, что вот он новое сообщает, а он ссылается. Да вы посмотрите, вот же, у нас перед глазами прямо, конечно же, это доказывает, что будет воскресение. Кстати, какая связь? Креститься для мёртвых или за мёртвых? Вот я, например, перевожу, и что же тогда делают те, кто крестится за мёртвых? Если мёртвые вообще не воскресают, зачем и креститься за них? Ага, ну здесь уже какая-то мысль становится понятной. Вот мёртвые умерли навсегда, и креститься для них, за них не нужно. А так что, нужно, что ли? Как это? Смотрим греческий текст. Да ничего тоже тут непонятно. Баптист Зомино и Гюпертон Некрон. За мёртвых, в смысле, ну, за кого-то, да, пошёл и там, не знаю, заплатил штраф за кого-то или сдал экзамен за кого-то, вообще-то это неправильно, но так делают иногда, или для кого-то, то есть для того, чтобы принести ему пользу. Ну, обычное понимание, что здесь некий обряд и ритуал, когда человек умирает некрещённым, возможно, потому что он не слышал проповеди о Христе в первом веке, когда это всё писалось, конечно же, этот случай был очень и очень частым. Или, ну, мало ли как получилось, вот, не веровал или там, не сложилось, хотя креститься можно очень легко, православную традицию, любой христианин может окрестить другого человека, да, вот все основные таинства, они всё-таки для рукоположного священства, а окрещение в экстремальной ситуации любой человек может совершить, лишь бы тот хотел и веровал, но, мало ли, может быть, вот человек собирался, но с ним случилась там неприятность, инсульт его разбил или что-то ещё, он просто уже не в состоянии выразить эту волю словесно, или он умер прямо сразу, вот, прямо накануне, да, ну, и кто-то другой проходит заместительный такой обряд. В средние века очень популярно, ну, например, династические браки заключались с какой-нибудь далёкой принцессой, ну, чтобы принца туда не везти на эти свадьбы, свадебные обряды, или там невеста пока сама к нему доедет, мало ли что по дороге случится, её там быстренько обвенчали с его посланником, да, он заместитель, он стоит в церкви на обряде венчания, но венчается не он, а венчается его господин. Это что-то в этом роде, что ли, то есть крестили какого-то другого человека, ну, тогда это какой-то балаган, простите, тогда это какой-то театр, да, где кто-то играет Гамлета или своего соседа Васю, неважно, но изображает другого человека. Зачем это? Богу что? Вот нужна какая-то пустая формальность, чтобы принять человека. Если тот хочет креститься, то, может быть, Бог его и примет, даже если он внезапно умер. А если этот человек никогда не слышал о Христе, знаете, очень частый рассказ про то, как идут с проповедью к варварам где-нибудь там в первые века, раннее Средневековье, допустим, да, а приходят и говорят, вот если вы не креститесь, вы все пойдёте в ад, и варвар какой-нибудь там викинг говорит, значит, ты говоришь, что все мои предки в аду. Проповедник радостный ему говорит, да-да-да, конечно, а ты избавишься. Он говорит, нет, я буду там, где мои предки, это моя судьба, это моя верность своему роду, я не буду креститься. Но есть другой выход, проповедник может ему сказать, ну, давай ты быстренько крестись за них, за всех, да. То есть ты как бы задним ходом их прими в христианство. Они ничего не слышали о Христе, поэтому, ну, у них не было выбора. Не надо сказать, что они от него отреклись. Ну, в отличие от истории XX века в России, например, да. Да, и давайте мы сейчас все покрестимся за наших дедушек и бабушек, которые были некрещенными, может быть, если родились в советское время. Родителей тоже самое. Ну, что, это всерьёз, что ли, да? Вот я пойду сейчас в церковь, у меня, правда, среди предков все, насколько я знаю, крещены, но у кого-то, допустим, не крещены, да. Или у меня жена, она еврейка, и у неё некрещенные предки, да, она пойдёт за ней креститься, что ли. А в чём смысл этого действия? Ну, мне кажется, что здесь Павел не предписывает это действие. И он его не одобряет. Он не говорит, как правильно они делают, замечательно, очень хорошо. Он, наверное, прекрасно понимает, что там, где появляется что-то новое, появляются какие-то искажения, появляются какие-то перехлёсты. Он в первом послании к Оринфянам очень долго разбирает говорение языками, кстати, то, чего совершенно нет в современной практике, православной, католической. У протестантов есть, пятидесятники очень ценят это говорение языками. И Павел нигде им не говорит, да бросьте в эту ерунду. Он с большим уважением к этому относится. Это тоже форма их духовного опыта, их духовной жизни. Он сам явно к этому относится прохладно. Он считает, что это бесполезно вообще-то, напрямую об этом говорит. Но очень-очень деликатно. Он говорит, да здорово, что вы говорите языками, но гораздо лучше любовь. Без любви всё пустое, говорение языками в том числе. И он говорит, да, вот крестятся люди для мёртвых, но это же для чего вам важно знать? Это значит, что мёртвые живы. Мы, скажем, сегодня приносят еду на могилы. Это вот прям какой-то абсурд, если так посмотреть на Пасхальные, на Светлые Седмицы, все кладбища, где православные могилы уставлены едой. Что на Пасху выходят мёртвые из могилы и едят, закусывают, что ли? Как это всё понимается? Это какая-то тоже языческая вещь, да, то есть такая тризна, да, когда хоронили какого-нибудь князя наши, давние предки, язычники, они там клали вместе с ним еду, там, выпивку, коней убивали любимых, иногда даже слуг или жён, собак каких-нибудь, да, ну, чтобы у него там был полный дом, да, вот всё то, что у него есть, вот пусть у него будет и в этой загробной жизни. И так мёртвым приносят там какие-нибудь пасхальные куличики, бутылочку даже с водочкой иногда ставят, ну, пусть они там порадуются на том свете. Примитивизм, да, шаманизм какой-то, да, но свидетельствует о том, что люди верят в воскресение. И для Павла это тоже повод сказать, смотрите, значит, мёртвые живы, значит, они воскреснут. Вот эти люди, о них заботятся, он и говорит, делайте так же. Нет, даже близко не говорит, но они делают, возьмите с них пример в их вере. Ну, сегодня мы скажем, не носите куличи на могилку, а там помолитесь лучше о своих покойных родственниках, но возьмите с них пример в том, что касается заботы о посмертной участи своих умерших, потому что все воскреснут, потому что мы с ними едины, потому что мы одно тело. И даже тот, кто, может быть, несколько наивным, таким варварским способом пытается окрестить всех своих предшественников, там, сам принимая крещение, он, может быть, не прав по форме, но прав по существу. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.